Старая добрая игра «Зарница» набирает популярность среди якутян. В минувшее воскресенье сборные команды сразились в военно-патриотических соревнованиях и впервые «Зарницу» организовали на республиканском уровне. Как признались организаторы, размаху у современной версии не такой, как раньше, но ведь это только начало после продолжительного перерыва. Продолжит тему Юлия Великодная. В советские времена «Зарница» длилась несколько дней в полевых условиях. В этот раз первая республиканская игра прошла на полигоне базы Регионального отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту Российской Федерации. Ее участниками стали жители Якутска и близлежащих районов в возрасте от 18 до 35 лет. В этом году проводим в течение одного дня, но планируем впредь вывозить на природу, чтобы соревнования проводились несколько дней, чтобы в соревнованиях участвовали сборные команд муниципальных образований, ну и, конечно же, виды соревнований более расширить. У меня путь, можете найти? Найти? Да, несколько способов. У меня. Подойдите, найдите у меня путь. Давайте быстро, время идет. На протяжении всего дня участники выполняли традиционные задания по сборке и разборке автомата. Стреляли из пневматического оружия, показали свои знания по основам медподготовки, проходили тропу разведчика и не только. 17 команд, 119 человек. Это представители общественных движений, сотрудники компаний и организаций. Собрались, чтобы посоревноваться в ловкости и подружиться. Одна из команд – сборная учителей ОБЖ и физкультуры, которые считают своим главным преимуществом хорошую физическую подготовку. Раньше не участвовали в подобных мероприятиях, вот первый раз для нас. Я думаю, шансы у всех равны. Вы поддаваться будете? Нет, ни шагу назад. Об игре Василий знает из рассказов родителей. В советское время зорница была популярна среди молодежи и соревнования проходили регулярно. Сам он и его друзья не пропускают военно-патриотических соревнований. Мне нравится, она сплощает людей, типа все знакомятся, будет, наверное, весело. По общим итогам военно-патриотической игры, приуроченной Году молодежи в Якутии, третье место заняла команда учителей из Якутска. Второе – кадастровая палата, и первыми стали Ассоциация творческих молодых учителей Якутска-Столица. Как Вы относитесь к тому, что возобновили эту игру? Очень положительно, очень положительно. Народ надо отрывать от компьютеров, надо бегать вот здесь вот, свежим воздухом дышать, а не чипсы есть. Проигравших в игре не бывает. В зорнице всегда побеждают дружба и патриотизм. Впервые опробовав свои силы в игре, уже в следующий раз конкуренция обещает быть серьезней. Ну что, как Ваши ощущения? Тяжело? Да, тяжело. И в противоказе ничего не видно. Юлия Великодна, Евгений Рязанский, НВК Саха, Якутск.